29 апреля пройдет единый выездной день приема граждан по вопросам выплаты заработной платы. Прийти можно по адресам улица Автогенная 5, отдел полиции Северный Романовский трак 77, средняя школа номер 20, поселок Атамановка, улица Матюгина 12, 9, здание поселковой администрации. Больше половины жителей многоквартирных домов, в которых был проведет комп ремонт, остались недовольны работами. Результаты опроса озвучили на заседании, которое прошло в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Управление ФСБ Забайкаля потребовало 29-й армии лучшей подготовки к прохождению военной техники. В ведомстве напомнили о возгорании зенитно-ракетного комплекса БУК 9 мая прошлого года. С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях края участники инвалидов Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграмму по России в страны ближнего зарубежья. Всего три человека получили оценку «Отлично» по итогам тотального диктанта 2016 в Забайкальском крае. Около 20 человек написали диктант на «Хорошо». Всего было проверено 756 работ. 2 мая в Читу из Иерусалима будет доставлен «Благодатный огонь». Ориентировочно встречи молебен в Казанском соборе Забайкальской столицы состоится в 12.00. Субтитры сделал DimaTorzok